МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте и в этом выпуске. Дорогу на Ринмар-Усинск возводят с опережением графика. На стройке века побывала комиссия под руководством главы региона. Обед у костра в настоящем ненецком чуме и пироги с северными ягодами. Для военнослужащих, которые охраняют северные рубежи, организовали культурные выходные. О спорт и жизнь. В Заполярье после долгого перерыва возобновились соревнования-турниры. Сегодня расскажем о волейболистах, которые встретились на поле физкультурно-оздоровительного комплекса села Коткино. Неутешительная статистика. Только с начала текущего года в Ненецком округе зарегистрировано около 30 возгораний, что в три раза превышает показатели прошлого года. В минувшие выходные в Ненецком округе произошло 4 пожара. 21 февраля произошло возгорание бани на улице Юбилейной. В ночь на воскресенье загорелся жилой дом. В период праздничных выходных дней в Ненецком автономном округе произошло 4 пожара. Все пожары произошли 21 февраля. В результате пожара, произошедшего ночью в частном жилом доме по улице Рыбников, пострадавший в тяжелом состоянии, был доставлен в Ненецкую окружную больницу с термическими ожогами. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Еще один крупный пожар произошел в селе Несь. В результате пожара полностью сгорела баня, дровяник и примыкающий гараж. Жилый дом от пожара не пострадал. Погибших и пострадавших нет. Основными причинами пожаров являются неисправная электропроводка и электрооборудование, а также нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. В период аномально холодной погоды установившийся в Ненецком автономном округе жители пренебрегают правилами пожарной безопасности, что часто приводит к необратимым последствиям. Сотрудники Главного управления МЧС России по Ненецкому округу напоминают о правилах пожарной безопасности. Хотелось бы обратиться к гражданам, должностным лицам, более бдительно соблюдать требования пожарной безопасности, потому что в основном все причины пожаров – это, так скажем, человеческий фактор. Плюс к этому еще у нас добавляются низкие температуры, и для этого актуально перегруз сетей, для этого актуально перекал различных приборов отопления, печи, котлы на твердом топливе, в том числе бани, также у нас часто горят. Ну и многие родители, да, у всех есть дети. Также отдельно хочется сказать, чтобы не было места детской шалости с огнем, ни в коем случае не оставлять детей от них без присмотра. Основными причинами возгорания является неисправная электропроводка и оборудование, а также нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве и эксплуатации печного отопления. И теперь информация об эпид-обстановке. За длинные выходные коронавирусной инфекцией заболели еще 15 человек. Это жители Нарьинмара, искатели Иомы. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. На лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 54 пациента, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 10 человек. 44 находятся на амбулаторном лечении. За прошедшие выходные выздоровели 26 пациентов. Всего с начала пандемии в Ненецком округе зарегистрировано 1013 случаев заболевания COVID-19. Напомним, что в регионе работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Зимник Нарьин Марусинск в хорошем состоянии. В этом убедились представители власти, которые проинспектировали временную трассу, а также побывали на одном из участков строящейся дороги. Алина Ваучейская продолжит. 25, здесь можно нам разместить. Дорожно-ремонтный пункт на нулевом километре Зимника – первая остановка в маршруте проверяющих. Подрядчик проводит небольшую экскурсию по базе для отдыха персонала и путников. Вот таким образом это все организовано. Чистая пассивная региона. Главное, что тепло. Да. Это пункт обогрева, да? В этом случае человек, если оказался в сложной дорожной ситуации, можно переночевать, да. Всего таких дорожно-ремонтных пунктов три. Во втором, кстати, помимо коечного фонда, есть душевая, столовая и медпункт. На всех трех точках имеются средства связи. У нас телефонные номера есть. Они сами могут тоже позвонить своим родственникам, чтобы не потерялись. Все условия есть. Но мы можем помочь представить, пожалуйста, жилье. У нас два полка, как гостиная, столовая накормим. Содержанием Зимника в этом сезоне занимается компания «Трансстрой». На направлении Нарьин-Марусинск дорожники впервые, однако опыт обустройства сезонных трасс колоссальный. Подрядчик уже несколько лет строит Зимники для нефтяников. Мы проживаем сами в этом регионе давно, родились здесь. Поэтому наш подход обусловлен климатическими условиями, которые нас окружают, суровыми. То есть человек, от которого мы требуем работу, должен находиться в комфортных условиях. Соответственно, должен человек в комфорте спать, кушать, было где помыться. Соответственно, после этого можно и спрашивать с него работу. Сегодня на обслуживание так называемой «дороги жизни» задействованы 50 человек и 25 единиц техники. Убедившись, что зимник содержит на «отлично», проверяющие направляются на один из участков стройки века – грунтовую дорогу Нарьин-Марусинск. Межрегиональная дорога состоит из четырёх частей. На первом участке будущей трассы стройка ведётся на первом и третьем этапах. Здесь уже отсыпано 227 тысяч кубометров земляного полотна. Это 65% от общего объёма. На третьем этапе выполнено 74% работ. Параллельно идёт строительство второго участка дороги. В планах подрядной организации опередить контрактный срок на год и сдать весь участок в 2022 году. Работает очень много техники. Подрядчик мобилизовал большое количество самосвального парка, дорожной техники. И вот самосвалов ранее было 88 единиц, сейчас ещё 22 добавляют. 110 единиц только самосвалов. Не говоря уже о вот такой дорожной технике. Мы видим, насколько важна эта дорога. Вот мы сейчас почувствуем разницу между тем, как ехать по зимнику и как ехать уже по тому участку, который сдан, введён в эксплуатацию. И, естественно, хотелось бы как можно быстрее эту дорогу построить. Для этого нужны дополнительные федеральные средства. И мы работаем над тем, чтобы убедить правительство в том, федеральное правительство в том, что нам эти средства необходимы. Сейчас профильным ведомством ведётся работа с Минтрансом России по привлечению дополнительного финансирования на строительство автодороги на Ринмар-Усинск в 2021-2022 годах, в частности, на нулевой участок с мостом через реку Шапкино. Алина Волчейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». Обед у костра в настоящем ненецком чуме и пироги с северными ягодами для военнослужащих, которые охраняют северные рубежи на территории ненецкого округа, организовали культурные выходные. Наталья Дуркина продолжит тему. В подземном мире жили все нечистые духи. В чуме у костра сегодня необычные гости – военнослужащие, которые защищают рубежи нашего северного региона. Один из них – Александр Вахрамеев. Юноша, хоть и приехал служить из соседнего города Архангельска, с ненецкой культурой познакомился впервые. Я бы хотел побывать ещё в ненецкой культуре и ещё раз посмотреть на всё, что здесь показывается. Стас Лисарёв – наш земляк. Юноше повезло на распределении в воинской части. Он пошёл служить в родной город Наринмар. Стас хорошо знаком с ненецкой культурой, и поэтому отвечал на вопросы своих сослуживцев не хуже экскурсоводов. Вот они сейчас спрашивали, к примеру, с чего сделан этот бубен. Я говорил, типа, из кожи оленя и так далее. Солдатам срочные службы рассказали о культуре и быте коренного ненецкого народа. Культурологи Центра арктического туризма знакомили их с жизнью северных оленей, устройством чума, а также угостили настоящим ненецким бульоном. «Бульон «Евэй» готовится из оленевого мяса полностью и используется минимум ингредиентов – только соль и перец. Традиционный бульон, он очень жирный, он прекрасно согревает в холодную погоду, и ненцы делают его очень часто в тундре». Подготовка к празднику началась ещё в пятницу. С раннего утра в Наэте кипела работа. Юные повара готовили по-настоящему домашнюю еду – пироги с ягодами. «Наши пироги приготовлены с ягодами, брусниками, луквами, с северными ягодами различными, которые очень насыщены разными витаминами». 11 пирогов отправились в две воинские части региона. Организаторы подготовили целый цикл мероприятий. Для военнослужащих прошла экскурсия в Центре арктического туризма. Для другой части организовали показ «Перерыв на кино». «Со студентами Ниньского аграрно-экономического техникума мы изготавливаем пироги, которые в дальнейшем будут переданы ребятам, проходящим срочную службу в нашем регионе. Для них мы организуем культурно-досуговые мероприятия, во время которых этот подарок им будет передан вкусно, с чаем». В сам праздничный день прошло традиционное возложение цветов к памятникам. В церемонии принял участие губернатор округа Юрий Бездудный. Вместе с командирами воинских частей, офицерами, глава региона почтил память героев Великой Отечественной войны, участников оленотранспортных эшелонов, а также локальных войн и вооруженных конфликтов. И теперь переходим к новостям спорта. Прошедшие выходные стали богатыми на соревнования турниры. Так в окружной столице выявляли лучших пауэрлифтеров. В жиме от груди, приседе и становой тяги самых сильных спортсменов выбирали два дня. Сначала среди подростков, затем среди взрослых. Подробности далее. Юра Поздеев – самый юный спортсмен на сегодняшних соревнованиях. Пауэрлифтингом мальчик занимается всего полгода, но уже делает успехи. Говорит, что выбрал этот вид спорта не случайно. Чтобы не быть всяким... Чтобы нормальным было то вещь, всякое такое. Ну, тебе нравится, да? Да. Лев Дубовцев – тоже спортсмен-новичок. Занимается всего два месяца. Тренировки четыре раза в неделю. На сегодняшние соревнования парень возлагает определенные надежды. Жим, штанги, лёжи – это мое любимое упражнение. Потому что у меня руки сильнее, ну, пропорциональная система. Вопреки всем стереотипам, что пауэрлифтинг – спорт не женский, большая часть участников – всё-таки девушки. В сумме троеборья Юлия Шучалина берёт вес в 217 килограммов. Занимается уже два года. Я изначально сюда пришла похудеть, а потом пришла на соревнования своей подруги. Мне понравилось, и я тоже решила участвовать. Позади больше полугода вынужденного простоя за коронавирусных ограничений. По мнению тренеров и судей соревнований, отсутствие систематизированных тренировок очень сильно сказалось на уровне подготовки лифтеров. По техническим ошибкам есть нечёты. В председаниях это не десет у большинства. И спортсмены выполняют упражнения без команды старшего судьи. Причём, по оценкам судей, самые юные участники этих соревнований стараются даже больше бывалых спортсменов. Все движения отточены до автоматизма. Технически надо поработать, но возраст и физиологические возможности пока не позволяют им, но если работать, то будет всё хорошо. Сегодняшние соревнования, конечно, выявили сильнейших, но основная задача их, по мнению председателя региональной федерации пауэрлифтинга Руслана Костылева, посмотреть уровень подготовки спортсменов. Все уже немножко соскучились, так скажем. Хотели, ждали, планировали провести в формате открытой тренировки, без участия зрителей, по ограниченному количеству человек. Но какие-то сняли ограничения, всё-таки разрешили проводить, но без зрителей, то есть зрительность не присутствует, присутствуют только участники сегодняшнего дня соревнований. Хотелось бы поблагодарить спонсоров сегодняшних соревнований. Это фитнес-клуб «Лабиринт» и пекарня «Хлеб из тандыра» за оказанную финансовую помощь в проведении этих соревнований, а также страховая компания «Югория». Соревнования по классическому пауэрлифтингу проходили в течение двух дней с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий. Среди мужчин в абсолютной весовой категории лучшим стал Иван Хозяинов. У юноши на первом месте Сайдамет Кайдыров. У женщин победителем стала Ольга Попова, а у девушек – Виолетта Хозяинова. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И теперь переносимся в Коткино. Там в эти выходные состоялись юбилейные и десятые межмуниципальные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд. Десять команд из шести сел округа боролись за звание сильнейшего. Слово Александре Литковой. В этом частном доме спортсмены из Нельмна-Носа останавливаются уже не в первый раз. Юрий Кустышев – один из постоянных участников команды. Говорит, соревнования – это отличный повод встретиться со старыми друзьями. В Коткино приезжаем уже не первый раз. То есть, много здесь лет уже было. Я приезжал первый раз сюда в 16 лет. Самый у меня уже 24. Приютить на несколько дней приезжих спортсменов для жителей села Коткино стало уже доброй традицией. Размещаются по частным домам. Все спортсмены разбирают, кто уже по старым адресам. Спорткиады и соревнования уже несколько лет проходят. У нас в основном мы с командой Нельмна-Носа дружим. После долгой дороги времени на отдых нет. В спорткомплексе уже начались судейские матчи. Первыми на поле вышли команды Оксина и Нельмна-Носа. Команду и подготовка снять невозможно, потому что мы же не знаем. Все в разных сезонных пунктах. Но могу сказать по прошлым сезонам, по прошлому, что профессионально, конечно, у нас команд нет. Все играют на любительском уровне. Но я достаточно хорошо знаю, что все показывают в хорошем уровне. Всего в этом году в спортивной столице Нельского округа собрались 10 команд. 4 женских и 6 мужских. Мы находимся в физкультурно-оздоровительном комплексе села Коткино. Сейчас здесь проходят юбилейные 10-е межмуниципальные соревнования по волейболу среди мужских и женских команд. Открыл состязание депутат Государственной думы Сергей Коткин. Здравствуйте. Действительно, сегодня у нас в Коткино многолюдно. Приехали команды, ну, с большинства, наверное, наших муниципальных образований. Вообще, в последнее время Коткино у нас такая стала Олимпийская деревня. Если мы считаем Тельвийскую культурным центром Нельско-автономного округа, то Тельвийская – это, безусловно, спортивный центр. С 2008 года здесь проводятся вот такие мероприятия. Спартакиады, именно сельские спартакиады, где собирается сельская молодежь, играет в волейбол, занимается спортом. Готовятся к играм команды по-разному. Кто-то за месяц до соревнований, а кто-то тренируется круглый год. Например, сборная села Великовисочная. Для нас это значимое мероприятие, так как у нас зал маленький в школе, то есть мы тренируемся на базе села. В ФОК мы приезжаем поучаствовать, посражаться, так говорится, на большой арене. Для нас это выезд, как маленькая, считайте, звездочка, которая открывается среди ясного неба. И тем более здесь мы встречаемся очень много с друзьями. В этом году юноши Великовисочного показали неплохой результат – третье место. Спортсмены из Красного также постарались, хотя многие из них впервые приехали на соревнования. Девушкам удалось занять второе место. Вообще в Коткино первый раз. Очень гостеприимно нас встретили. Отмечаем, что уютный спорткомплекс. Как бы все хорошо. Готовимся усиленно. Надеемся на призовые места. Жители в селе очень гостеприимные. Нас все хорошо приняли. Все такие люди милые, добродушные. Коткино оставляет только положительные впечатления. Это такие самые, наверное, обширные соревнования, для которых нужно было готовиться. И мы готовились в Норде достаточно долго. История соревнований началась 10 лет назад. Тогда в них участвовали только мужчины. Женские команды впервые вышли на поле 4 года назад. Соревнования начинались сначала как кубок главы администрации Коткинский сельский совет. Потом, через год, они стали уже называться кубок главы администрации Заполярного района. И последние лет 6, наверное, они называются как межмуниципальные соревнования Ненецкого автономного округа по волейболу среди мужских и женских команд. По итогам состязаний в этом году лидерами среди мужчин стала сборная поселка Индиго. Вторыми стали каткинчане. Лучше всех среди женских команд выступила сборная «Сияние». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Соревнования по волейболу стали своего рода маленькой репетицией к сельской спартакиаде, которая пройдет в 13-й раз в селе Коткино. Символично и то, что заявилось в этом году 13 команд, среди которых и спортсмены из республики Коми у Сылемского района. Соревнования будут проходить в течение пяти дней. Лучших спортсменов выявят среди женских и мужских команд. Практически из всех муниципальных образований округа. «Спартакиада сейчас средний возраст, наверное, лет 25 даже. Может быть, даже еще, меньше лет 20, 23, может быть, даже так. Там обязательно должна быть прописка с муниципального образования, постоянная или временная. Если временная прописка, то человек должен не менее года работать в данном муниципальном образовании. Но мы считаем, что это правильно, потому что она, «Спартакиада», создана для муниципалитетов именно Заполярного района, и села должны развиваться». В этом году команды будут состязаться в десяти дисциплинах. Среди них тройной национальный прыжок, который был введен совсем недавно. «Да, на «Спартакиаде» сейчас у нас введены новые виды. Это национальные виды спорта. Тройной прыжок. Было когда-то у нас введено один раз перетягивание каната. Очень азартно, здорово было, но его убрали. И добавили вместо него тройной прыжок национальный. Поменяли один вид спорта. Был гиревой спорт. Сейчас у нас пауэрлифтинг, русский жим. Более такой демократичный получается, и всех устраивает». Напомню, межмуниципальная «Спартакиада» в селе Коткино в этом году пройдет в конце марта. И на этом все. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова